Невероятно, но факт. Евросоюз, который поставил целью добиться полной декарбонизации своей экономики, уже к 2050 году вновь резко нарастил потребление угля, что считается самым экологически грязным видом ископаемого топлива. Как же так получилось, и при чем здесь наш Газпром? Потребление угля в последнее время активно нарастили Германия, Польша и Голландия. Прирост оказался очень ощутимый, с 5% до 15% в общем энергобалансе. Выглядит это довольно странным, если учесть, что именно Берлин активнее всего топил за отказ от угля, а теперь сам топит углем. Ради полного озеленения своей экономики, немцы последовательно отказывались от угольной генерации, а также от энергии АЭС, которую после аварии на японской Фукусиме один сочли для себя опасной. И вот опять уголь. С чем же связана подобная гибкость в подходах? На самом деле, это является стечением сразу нескольких факторов. Во-первых, зима 2020-2021 годов казалась непривычно холодной. Для обогрева пришлось тратить повышенное количество топлива, поэтому запасы его в подземных хранилищах показали дно. Сегодня уровень заполненности в европейских ПХГ на 25% ниже нормы за последние 5 лет. Во-вторых, благодаря постепенному снятию пандемических ограничений, начался процесс восстановления промышленного производства, как в самой Европе, так и в Азии, что привело к увеличению спроса на энергоносители. Однако в Азиатско-Тихоокеанском регионе восстановление экономического роста произошло ощутимо быстрее, а цены на газ там традиционно выше. Поэтому все основные поставщики СПГ, не мудрствуя лукаво, отправили свои танкеры именно туда, оставив старый свет с носом. Невидимая рука рынка, она такая. В настоящее время стоимость тысячи кубометров газа в Евросоюзе превышает 300 долларов. В-третьих, сыграла свою роль особая позиция Газпрома, который почему-то не спешит нарастить объемы своих поставок на европейский рынок. Впрочем, почему так, как раз понятно. Еврочиновники, пляшущие под американскую дудку, сами создали себе проблемы, поддерживая Украину в ее газовом противостоянии с Россией. С одной стороны, Брюссель активно вставлял палки в колеса трубопроводу «Северный поток-2», распространив в отношении его действия норм третьего энергопакета ЕС, оставив одну из его ниток фактически пустой, принудительно забронировав ее под нужды неких иных поставщиков, коих нет в природе. С другой стороны, не имея возможности запустить вовремя альтернативный газопровод в обход Украины, находящийся под коллективным давлением, Газпром в конце 2019 года был вынужден подписать крайне невыгодное для себя транзитное соглашение с Киевом. В соответствии с ним, отечественный монополист должен прокачивать в оставшиеся 3,5 года по 40 миллиардов кубометров газа ежегодно. При этом за любое превышение указанных объемов российская компания обязана оплачивать услуги украинского транзитера по повышенному тарифу. Выходит, связав по рукам и ногам российскую газкорпорацию кабальными условиями, ЕС сам сделал невыгодным для нее увеличение объемов поставок европейским потребителям. Неудивительно, что Газпром особо не торопится на помощь страждущим. Впрочем, у подобного стоицизма может быть и еще одно объяснение. Так, по словам президента Путина, флотилия отечественного монополиста завершила процесс укладки первой нитки подводного трубопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря. После успешного окончания процесса пусконаладочных работ, уже ориентировочно к августу-сентябрю, Россия сможет начать поставки природного газа в обход Незалежный. Еще примерно пара месяцев понадобится для достройки и запуска второй нитки. Это означает, что уже к началу следующего отопительного сезона 2021-2022 годов в Европе «Северный поток-2» сможет в нем поучаствовать. Повышенную лояльность к российско-германскому проекту должны обеспечить полупустые подземные газохранилища и подготовка к зиме в Юго-Восточной Азии, где цены на СПГ не имеют оснований к падению. Спрашивается, так зачем Газпрому заливать старый свет газом сейчас, спасая от неэкологичного угля, если Европа сама будет заинтересована в скорейшем запуске альтернативного трубопровода. Надо только немного подождать, пока местные экозащитники не начнут возмущаться работе чадящих угольных электростанций. Политика политикой, но есть и объективные экономические интересы. «Северный поток-2» нужен Европейскому Союзу. Недаром канцлер Ангела Меркель пошла на открытый конфликт с Соединенными Штатами, отстаивая конкурентоспособность немецкого бизнеса, и, судя по всему, победила. Президент Джо Байден фактически признал, что дружба с Берлином для Вашингтона важнее того, чтобы пытаться всеми правдами и неправдами добить «Северный поток-2». Необходимость газопровода в обход Украины диктуется экономической целесообразностью, поэтому вероятность того, что уже к осени 2021 года он начнет в тестовом режиме работать, весьма велика.